Царь и Сына, и Святого Духа. Аминь. Царю Небесный, утешителю Души истины, и же везде сын и вся исполняй, сокровищу благих и жизнеподателей, приди и стелись явны, и очистины от всякой скверны, и спаси блажь души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Благослови, Господи, наши занятия. Не допусти уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. И пребудь с нами в этот день, и Тебе славу высылаем, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, еще раз всех приветствую, братья. Продолжим заниматься Евангелия Теоанна. Так, мы остановились на Самарянке, насколько я помню. Так, конкретно вот здесь, по-моему, сейчас. Да, вот. То есть, он с ней поговорил, и она ушла. Так, сейчас посмотрим, почитаем. Последнее, что мы читали. Евангелия Теоанна, 4 глава, 28 по 30 стих. Так, кто-то меня просил подключиться. Так, он подключен же у нас он. Так, вот. Так, он подключен. Так, вот. Так, вот. Так, что он готовил. Продолжение следует. Так, он работает. Так Мы прочитали, да Тогда женщина оставила водонос свой И пошла в город и говорит людям Пойдите посмотрите человек Который сказал мне все, что я сделал Не он ли Христос? И они вышли из города и пошли к нему То есть женщина-самарянка С которой он беседовал С которой он беседовал Пошла в город И сообщила всем Мы вот на этом остановились Далее читаем Иоанн Гелет Иоанн 4 глава 3-1 по 34 стих Между чем Ученики просили его Говоря, рови, ешь Но он сказал им У меня есть пища, которую вы не знаете Посему Ученики говорили между собой Разве кто принес ему есть? И Иисус говорит им Моя пища есть Творить волю Пославши меня И совершить Дела Его Толкование читаем Что есть Самарянею верят в меня И спасутся Что же ученики? Они еще не удумевают Не принес ли кто ему есть? То есть он-то говорил Не о чувственной пище А они все-таки еще думали Что о чувственной Однако же Он, хотя и не спрашивали Хотя они и не спрашивали Объясняет сказанное Прекровенно и говорит Моя пища есть Творить волю Пославши меня Ибо спасение Господь совершил Дело Божие То есть Наше спасение И обновление И закон И дело Божие Так как он написан Тестом Божиим В законе Господь совершил Этот закон Потому что Христос Есть конец Всякого закона Он прекратил Все совершившееся В законе И от телесного Служения Возвел К духовному Господь часто Говорит сокровенно Для того Чтобы слушателей Сделать внимательнее Забудить их И к исследованию И познанию Того Что говорится Сокровенно Называя Спасение людей Пищей Господь Научает Учеников Чтобы они Когда будут Рукоположены В учителя Вселенной Не заботились Много о телесной Пище А все усердие Прилагали К спасению Людей Делал же Это Господь Не потому Что будто Он нуждался В услужении Других Но Он Сам Дает Пищу Всякой Плоти Но для того Чтобы приносящие Имели награду И привыкали Питать И других И чтобы Показать Всем людям Что не нужно Стыдиться Бедности И тяготиться В случае Питания От других Учителям Свойственны И даже Необходимы Заботы О пищи Возлагать На других Для того Чтобы самим Не развлекаясь Совершать Служение Слова Подчеркнуто Служение Слова То есть Ему Он даже И заповедовал Ученикам Китаться Насчет Наставляемых Имел То есть Он Называет Пищу Своей Именно Спасение Для него Это И является Спасением Людей Пищи Которые То есть Он как Сказал Моя Пища Есть Творить Волю Пославшую Меня И совершить Делаю То есть Он тем самым Показал Что Это Больше Чем То есть Так как Мы Наше тело Имеет В нужду В еде И оно Умрет Просто Без Этого Так И Такая Же У него Нужда Спасти Людей Какую Любовь Он показывает Что Даже Будучи Голодный Он Говорит Что Это Не Моя Пища Моя Пища Именно Творить Волю Пославшую Меня Именно По Спасению Людей Так Прочитаем Вот Комментарий Игнатия Тихоновича По Этому Когда Сегодня Приходится Бесериться С Служителями И убежать Их Изучать Слово Божие И поступать Согласно Написанным Библией И непрестанно Учить Проповедовать Они Дают Один Ответ Я Не Умею У меня Нет Свободного Время Мне Некогда Каждый День Службы Треба Выживы И Действительно Свободного Времени У него Совсем Нет Следует Сесть За стол С Таким Неумех И попросить Его Спокойно Посидеть Хотя Бо И пять Минут За Эти Пять Минут На численности Благи Вы Успеете Написать Все Что Он Скажет Чем Он Занимается Каждый День Напротив Каждого Занятия Нужно Попросить Трудового Трудяга Выписать Место Библии Которое Подтверждает Что Это Занятие От Бога Что Именно Создатель Получил Этот Труд И За Это Спросит С Него Потому Что Бог Будет Своей Настолько По Библии Только Потому Что Сказал Господь А не Потому Что Измыслили Люди За Двадцатолетия Православие Эта мысль Не имеет Никакой Силы Потому Что Авторитет Библии Равен Нулю А Иногда Отрицательный Многие Говорят Часто Мы Не Баптисты Кто Библию Читает Те Все Су Москвой Это Соробряться Вам Так Говорят Иоанна 12 Рук 8 А Мы Читаем Ну Вот Здесь Допустим В Писании Что Отвергающий Меня И не Принимающий Слов Моих Имеет Судью Себе Слово Которое Я Говорил Оно Будет Судить В Последний День То Бог Нам Говорит Что Нас Будет Судить По Слову Не По Мнением Людей Каких А По Слову Насколько Наша Жизнь Соответствует Слову Еврем 14 Ибо Слово Божие Живо И Действенно И Острее Всякого Меча Обоюду Острого Оно Проникает До Разделения Души Духа И Составов Мозгов И Судит Помышлению И Намерения Сердечные Ни Одно Ни На Одно Описание Работы Не Ни На Будет Что Осел Будет Загружен Под Завязку Чем Угодно Но Для Христа Места Не Оказалось Если Священник Будет Делать То Что Предписывает Слово Божие Перестанет Крестить Безбожников А Будет Катехизировать Учить Перестанет Пречащать Безбожников А Значит И Отпадет Нагодность Служения Литургии Каждый День Как Некого Магического Действия У священника Уже Появится Полдня Свободного Времени Сегодня Батюшка Занимается Чем попало Но только Неслужением Слова Проповедь Научение Евангелия Вот основа Основ для Каждой души И тем более Священника Когда Израиль Вошел В обетованную Землю И она Была Завоевана То приступили К ее разделу По количеству Колен В Израиле Ей Внужу Колену Бог Не дал Удела Но Не выделил Отдельного Района Земли Почему Ответ Только один Они Должны Копаться Обрабатывать Не землю И не земле Но в слове Божьем И следовать Его Упражняться В нем Быть искусным В писании Бог Освобождает Левина Колено От тяжких Земельных Работ И от Одиннадцати Колен Дает им Десятину Всего Что они Приобретут И будут Никак не беднее Остальных Во Израиле Это же Мы видим Происход В Первопольской Церкви Принято Решение Освободить Проповедников От прочих Занятий Чтобы они Могли Подсвятить Все время Проповеди Слова Божьей Да будет Так и Ныне Если мы Церковь Божия А не Самоизмышленная Религиозная Организация Самим Не развлекаясь Совершать Служение Слова Служение Слова Об этом Вообще Сейчас Забыто Что такое Служение Слова Я не помню Где написано Но Полнотос У Павла Говорил Что это Богослужение Является То есть Проповедь Является Богослужением Непосредственно Служением Священ То есть Священодействие Назвало Сейчас Наберем Посмотрим Священодействие Так Вот Римлянам 15 глава 16 стих Быть Служителем Иисуса Христа У язычников И совершать Священодействие Благовествования Божие Дабы Все Приношения Язычников Будут Священы Духом Святой Былово Вряд На Бога Совершать Священодействие Благовествования Божие То есть Это Не просто Это Священное Действие Которое Может Совершать Любой Христианин Потому что Написано Что Мы Будем Священниками Не В плане Именно Теми Священниками Которые Приносят Бескровную Жертву Которые Священники Другие А в плане Именно Священодействие Благовествования Божия То есть Нести Слово Божие Людям Мы Это Обязаны Делать Собственно Для чего И Господь Нас Призвал Поэтому И Написано Что Апостол Петр Говорит Что Напомню Сейчас Вспомню Призвавшего Для того Чтобы Дабы Возвещать Совершенство Призвавшего Вас Святой В чудный Свет Святой То есть Не просто Так То Нас Господь Родом Избранным Делает Если Мы Уверовали Во Христа Родились Выше Бога Царственное Священство Не просто Так Называет Не просто Так Народом Святым А для чего? Для того, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас То есть для того, чтобы возвещать благодействие, благовествовать о Боге И каждый может благовествовать, потому что у каждого в жизни разное было Покаяние какое было Человек, если это рассказывает, это уже благовествие Как он обратился к Богу, как его Бог нашел, как его засыпил Все это надо рассказывать людям Потому что многие же не решаются, они живут в миру Общаются с мирскими людьми У них просто мысль даже не поднимается выше земли, на небо Если о небесном что-то заговоришь, а у них там внутри-то совесть, она же грядет Человек хочет, желает, душа любая наплачет без этого, без божественных слов И порой скажешь божественное слово, ты сам, ты можешь, ничего не чувствуешь А для того человека это окажется тем, ты его тем самым уловишь У него душа возродится от этого, от слова А самое большое имеет эффект именно слово Божие То есть не свои слова какие-то, а если что-то из слова Божия будет сказано Поэтому служение слова, оно просто обязательно для нас Оно у нас в этом душа-то и рождается Она обтесывается от этого Страхи все преодолевают Иван Галитулан, 4 глава 35-38 А, да, если может что-то есть кому-то сказать Или вопрос какой-то, говорите Вячеслав, брат, текст можно увеличить? Да Чтобы он покрупнее немного был, а то почти не видно его Может с интернетом какие-то проблемы? Вот я увеличил, сейчас лучше? Ненамного Вот так Больше уже нельзя А, ну, ну и так нормально уже Спасибо, Христос 4 глава 35-38 Не говорите Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва Это Иисус говорит А я говорю вам Возведите очи ваши и посмотрите на милы Как они победили и поспели к жатве Женующий получает награду и собирает плод в жизнь вечную Так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут Ибо в этом случае, справедлив изречения Один сеет, а другой жнет Я послал вас сжать то, над чем вы не трудились Другие подругились, а вы вошли в троп Как думаете, о чем речь здесь вот сказана Есть какие-то У кого-то загадки О чем сказал Вот сейчас Иисус Говорит, что 4 месяца и наступит жатва А я говорю вам, что Возведите очи ваши И посмотрите на милы Как они победили и поспели к жатве О ком речь идет Есть у кого какие-то загадки Чему это Иисус сказал? Читаем толкование Вы говорите То есть думаете, что в 4 месяц Отсели, наступит жатва То есть чувственная А я говорю вам, что разумная жатва Уже наступила То есть они говорят Про еду Жатва, наверное Не жатва Жатва, жатва, да Все правильно Они-то говорили про еду И он им, собственно, наедет И показывает пример То есть говорит Вы-то знаете, что в 4 месяц Наступит жатва То есть чувственная А я говорю, что разумная жатва Уже наступила Разумная это какая? Но это люди Они же разумные Это говорил он о самарянах Которые уже шли к нему Разведите, говорит, очи ваши Разумные, чувственные Посмотрите на множество самарян Идущих сюда И на душу их Расположенные Готовые к вере Которые, как побелевшие нивы Нуждаются в жатве В жатве, да? В жатве Жатва Жатва на первое Жатве Ибо как Коосия, когда побелеют Готовы к жатве Так и они готовы К спасению То есть речь о людях Так Господь видит Насколько люди готовы И вот самаряне Они были готовы к этому А иудеи Они готовы были Пророки сеяли Но не пожали Впрочем Через это Они не лишились удовольствия Но радуются вместе с нами Хотя они жнут вместе с нами В чувственных жатвах Так не бывает Там, если случится Иному сеять А иному жать Так, я немножко уменьшу Потому что Мне читать что-то тяжелое Потому что Близко этот монитор Нежнущий скорбит Так, там, если случится Иному сеять А иному жать Нежнущий скорбит А в духовных жатвах Не так Но и пророки Проповедующие И предрасполагавшие Умы людей Радуются вместе с нами Привлекшими людей К спасению Я послал вас Сжать то Над чем вы не трудились Господь говорит Это для того Чтобы когда он Пошлет учеников На проповедь Они не смущались тем Что посылаются На дело трудное Труднейшее Говорит он Приняли на себя пророки А я посылаю вас На готовое Справедливым Изречение называет Поговорку Употребляющуюся В народе Иную сеет А иную жмет Смотри как он говорит Все со власти И поведением Я послал вас Сжать То есть он как власть Имеющая это говорит Пусть слышат Это ученики Проклятого Маркиона И Манеса И подобных Которые отчуждают Ветхий завет От нового Это были такие Еретики Которые считали Что ветхий завет Это все уже А новый завет Что мы должны Только по новому жить А ветхий завет Отвергнуть Они считали Что вообще Это другой бог В верхнем завете Он там более жестокий А в новом завете Это вот уже Такой Милосердный бог То есть Это другой бог То есть Они отвергают Как это напоминает Да Наше время Ветхий завет Отвергается Новый завет Принимается Многие считают Что нам только Новый завет Ветхого И не надо Вот пожалуйста Это Ересь Проклятый От этого ересь Проклятого Маркиона И Манеса И подобных Которые отчуждают Ветхий завет От нового Они и здесь Обличаются Ибо если бы Ветхий завет Чуть нового То как бы апостолы Пожали сеянное Пророками Если же апостолы Жали сеянное В Ветхом завете То Он не чушь Нового завета Но оба суть Один завет То есть Ветхий и Новый завет Это один и тот же завет На самом деле Оба суть По сути Один Приготавливал Ко второму Пусть слышат И ориане Что Христос Посылает учеников Как Господь и Владыка То есть Вот это надо увидеть Что тут Господь Говорит Что я посылаю То есть Он себя называет Таким властью Как Бога Что Он показывает Что Он имеет Божью власть Посылает для того Чтобы они Жали И отрезали От земных предметов Пристрастившиеся К ним Язычников Иудеев И сносили Их на гумно То есть Церковь В ней Через Володьбу Валами То есть Учителями И подчинение Им Они Растираются Освобождаясь От всякой Плевы Или плевы От всего Плотского И пожираемого Огнем Складывается Чистыми зернами Небесной Житницы И потом Становится Пищу Богу Радующимся Об их спасении Так и Павел Жал Отрезывая нас От земли И научая Что жительство Наше На небесах Некоторые же И слова Посмотрите на Нивы Как они Побелели И поспели К жатке Применяются К старцам По причине Ксигин И пожатию Смерти Боратья Прошу прощения Я отключусь Послушать Занятия Я сейчас Слушаюсь Сорки Неслышно Включил наушник Сильный фонит Плохо Неслышно Спаси Христос Боратья А другим Как слышно Меня Четко Или Нормально Хорошо Слышно Ну значит Проблема Натальи Скорее Всего У него Плохой Интернет С Другого Ходена Давайте Поговорим На эту Тему Что Мы Сейчас Обсудили У кого Есть Какие Слова Что Сказать Хочется Погода Ветхого Нового Завета Это Как Два Корла Одной Птицы То есть Даже Поклонах Правильные Поклоны Земные Они Как Кладутся Две Руки Вместе Впереди На Пол Кладутся И Лбом Задивается Пол И Символизирует Две Руки Вместе Дело Это Как Раски Ветхий Новый Завет И То Что Ты Свой Ум Прислоняешь К Ветхому Новому Завету То При Земных Поклонах Тут Даже Такой Символический Смыс Ветхий Завет Предуготавливал К Новому Завету То есть Без него Новый Завет И не Может Поняться Нормально И Без Нового Завета Ветхий Завет Не Понимается В Истинном Смысле То То Они Как Два Две Стороны Одной Монеты Многим Сейчас Отвергается Ветхий Завет Они Ну Просто Его Отвергают Хотя Там Столько Мудрости Скрыто Нига Сирахова Приму Соломона Сколько Там Заповедей Постановлений Есть Которые Не Отменены Вот Даже Тоже Касается Бороды Не Порти Края Бороды Твоей Написано А Ее Никто Не Отменял Эту Заповедь Просто Ее Нет Отмены Никакой Нет Есть Допустим Было Обрезание Заменено Крещением Священство Леитина Заменено Священцем От Христа Суббота Указывало На Воскресение Ну Понятно Делать Что Многие Заповеди Касаясь Иудейского Народа Именно Постановление Были Отменены Потому Что За Ненужность Жертва Христова Была Заменена Ой Жертва Агонцева Была Заменена Жертва Христова То есть Больше Не нужно Жертвоприношения Приносить Десятина Только В Старом Завете В Ветхом Завете Десятина Указывала Вообще На Полную Отдачу Себя Богу На самом деле И В Ветхом Завете По поводу Десятины Кстати Ее В Новом Никто Не отменял Тоже А Наоборот Сказано Что Допустим Аврам Он же Отдал Десятину Милхиседеку Священнику Богу Всевышнего Который Шел Отдельно Он не был Ни коленом Левиным Он и не мог быть То есть Это просто Отдельно Пришел И Потом Скажут Что Христос Он как раз Священник По отчину Милхиседека То есть Это указывает На то Что Десятину Тем более Если мы Отдавали Если Иудеи Отдавали Несовершенному Левиному Колену Десятину То Естественно Меньше Десятину Нельзя Уже Христову Священству Отдавать То есть Это же Как Тень Будущих Благ То есть Это указывало И в итоге Поэтому мы читаем Что К ногам Апостолам Приносили Все свое Имение Полностью Ну и потом По поводу Десятин Ты Господь Говорит Четко Потом Проклятием Так Вы прокляты Проклятием Вы прокляты Потому что Вы Весь народ Обкрадываете Меня Можно Человеку Обкрадывать Бога Вы Обкрадываете Меня Скажите Чем Обкрадываем Тебя Господь Десятинными Приношениями Проклятием Вы прокляты Потому что Весь народ Обкрадываете Меня То есть Господь Это Десятина Она нам Не принадлежит Поэтому Если мы Ее не отдаем То мы Обкрадываем Бога То есть Мы Совершаем Против заповедей Не воруй И просто Не просто А против Бога И вот Посмотрите Что он говорит Кидает Обетование Для людей Принесите Все десятины Дом-хранилища Чтобы в доме Была пища И хотя В этом Испытайте Меня Говорит Господь Слово Не открой Я для вас Отверстие Небесное Не залью Для вас Благословение До избытка Я вот Людей Сколько знаю Сейчас Познакомился С многими И Там Сектантов Тоже Никто Кто Платит Десятину Никто Никогда Уже Голодным Спать Не ложился То есть Все Почти Свидетельства Все говорят С кем Я встречался Все сказали Что С этого Момента Действительно Пошло Благословение На дом Да и для меня Когда я тоже узнала Десятине Такая радость была Думаешь Ну Как это можно было Не делать до этого Как это я не знал И самое главное Десятина Она что делает Почему ее Святая называет Она убивает Торговлю в храме Потому что Она Во-первых Убивает торговлю В храме Она заставляет Священника Благовествовать Работать На своей пастой Потому что Ну Понятное дело Что Десятину Буду платить Только Реальные Прихожане Реальные Верующие Христиане Которые Заботятся То есть Они Членами Являются Церкви А это У нас же Работа Для этого То есть Представляете Сколько Работы Надо посвятить Чтоб Человек Стал Реальным Христианином А это Лучше Гораздо Легче Отслужить Молебны Всякие Службы Назначить Цену И все Деньги Получил И дальше А как Чего Обещал Что Если Будешь Исповеть Причащаться То Спасешься И все Человек В этом Пребывает Мертвый Абсолютно Становится Неспособный Вообще Ни на какое Благое Дело Трусливый Самый Трусливый Потому что Сохранить Благодать Покой Человек Получает Спокойствие Что Ты Спасенный А тут Когда Какое Что-то Начинается То Неспокойно На душе От этого Становится И Человек От этого Избегает Трусость Хотя Мы Вообще Этого Не Видят Христос Он Абсолютно Нетрусливый Ничего Вообще В нем Не было Он Совершенный Человек Он Показал Совершенствие Просто Все Монахи Вот учат Часто Что Допустим Согрешил Брат Чет Против Тебя А ты Промолчи Ничего Ему Не говори А они Как будто Евангелие Абсолютно Не читали Вот Я тут Вопрос Ответах Читал Интересно Молчать Присказать Вот Один Человек Спрашивает На Меня Один Человек Постоянно Клевещ Другому А Это Другой Человек Поначалу Был на Моей Стороне А теперь Пошел По поводу Клеветника И Вот Я Не знаю Как Мне Молчать Дальше И Не Ступать С ним Конфликт Или Пойти Сказать Правду Что Это Все Напрасно Клевета И Будет Большой Скандал Что Делать Лукас 735 Наблюдайте За Собой Если Согрешит Против Тебя Брат Твой То Что Нам Говорит Слово Божие Если Согрешит Против Тебя Брат Вы Говори Ему Монахи Просто Вообще Как будто Не знали Не читали Никогда То Евангелие Это Говорит Слово Божие Не Монах Какой То Святой А Святей Невозмож Вы Говори Ему Если Покаяться Прости Ему Если Семь раз В день Совершит Против И Семь раз В день Обратиться И Скажет Каев Прости Ему И Сказали Апостолу Господу Умножь Нашу Веру Также Серахов 19 Глава 13 19 Расспросил Друга Может быть Не Сделал Он Того Если Сделал То Пусть Вперед Не Делает Расспроси Друга Может Не Та Бывает Не Всякому Слову Верь Иной Погрешать Словом Не От Души А Кто Не Погрешает Языком Своим Расспроси Ближнет Его Прежде Нежи Грозите Ему И Дай Ему Место Закону Всевышнего Всякая Мудрость Страх Господень И Во Всякой Мудрости И Исполнение Закона Если Будешь Молчить Как Учат Святые Пустоножители То Может Быть И Будет Польза Но Не Евангельская Следует Расспросить Запретить И Сказать Всей Церкви Матфея 18 Глава 15 Если Засогрешит Твоя Брат Твой Пойди Обличи Между Тобой Им Одним Если Послушает Тебя То Приобрел Ты Брат Того А Если Не Послушает Возьми Собой Еще Одного Или Двух Добав Устами Двух Или Трех Свидетелей Подверлил Всякое Слово Если Не Послушает Скажи Церкви А Если Церкви Не Послушает То Будет Он Тебе Как Язычник И Мэтр Брат Мне кажется Явно Учат Вот Эти Слова Все Явно Указывают На Небезразличие Что Мы Не Должны Быть Другу Безразличны То Не Просто Так Что Он Согрешил Он Погибает Если Согрешил Брат Он Согрешил Ты Ладно По сути Можно Истерпеть Ничего Страшного Написано Что Терпеть Ничего Страшного Действительно Правда Он Скал Неправда Но Он Сам Себе Вредит Если Ты Промолчишь То Это Оставишь Само Собой То Получается Ты Оставишь Это Погибель А Это Не Любовь Это Какая Любовь Оставить Его В грехах Вот В этих Это Полное Безразличие Отсутствие Любви И Это Он Нас Учит Часто Читаешь Я Вот Всякие Пады Православные Там Православные Какие-то Там Все Время Постоянно Цитаты Каких-то Там Святых Отцов Которые Там Они Советуют Все Промолчать Промолчать Да Не Такого Помолчать Нет Такого Понятное Дело Что Промолчать Надо Если Тебя Это Если Ты Чувствуешь Что Ты В Гневе Раздражаешься На Человека Что Ты Тогда Да Надо Промолчать Пока Не Утихнет Ну Как Утихнет Помолился И Сказать Ну Брат Ты Не Прав Тут Так 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 Вот Как И Здесь Написано Это Евангельская Истина Есть Кому Что Добавить По Этому Повну Тут Еще Интересный Вопрос Такой Можно Лишь Не Зайти К Неверующему Человеку Идущему Богу К Его Недостаткам Или Привычкам Прическа Украшения Одежда Или Резко Отвергнуть Это Не Так Как Баптисты Приобретают Разрешают Все Как И Прочие Сектанты Не Только Сектанты И У нас Павла Славно Все Разрешают Может Сразу Сказать Твердо Обо Все Трудно Чтобы Поскорее Отсеялись Ответ Ни О Каком Снижкождении Церковь Никогда Не Знала Но Уже На Подходе К Стадии Оглашения Язычники Освобождались Всего Избирает Для пресней Жизни И Бог Творит В нем Все Новое Так Празелиту Вновь Приходящему Необходимо Разъяснить Подробно Вредность Межских Привычек И все Обосновательное Священное Писание Целесообразность Того Что есть В христианстве Что Он Своими Руками Сжег Все Галстуки Помаду Разбил Бритвенный Прибор Сжег Все Чародейские Книги Деяния 19 Золотой Телес Должен Быть Сожжен И Развеян Сразу И Взял Телца Которого Они Сделали И Жег Его В огне И Стер В прах Расып По воде И Дал Питься Нам Изразим Когда Неми Узнал Что У многих Жены Иноземки И С ним Прижили Детей И Иудеи Начали Жениться На Иноземках Которые Поклонялись Другим Богам И У них Уже Дети Есть Семьи Вот Как Сегодня Семьи Христиане Мусульмане Вместе Неверующие Язычники То Что он Сделал Он Немедленно Собрал Собрание Страны И Устроен Всесоюзный Бакаразводный Процесс Как Человек Который Вырывается Из плена Жаль И Свободиться От Отаков Настега Так И Вырывающий Из Семь Заблуждения Язычества И Атеизма Должен Жрать Покончить Со Всеми Вредными Ненужными Привычками То Семьи Мира Чем Человек Был Движен Он Должен Покончить Вот Так И Два Братья Я Вот Так Пометки Делаю Что Я Читал Что Мне Интересно Было Чтобы И До Других Тоже Это Дошло Так Ну Что Продолжим Если У Кого Нет Ник Слов Евангелие Туан 4 Глава 39 Повторых Русских И Многие Самаряне Из Города Того Уверовали В Него По Слову Женщины Свидетельствует Что Он Сказал Ей Все Что Она Сделала То Есть Что Здесь Мы Почитали То Многие Самаряне Из Города Она Пришла И Рассказала Что Он Про Ее Мужей Всех Сказал То Что Он Как Пророк Он Знал Все О ней И Они Просто Услышав Это Свидетельство То есть Правда Читеса Уверовали То Что Действительно Он От Бога И Потому Когда Пришли К Нему Самаряне То Просили Его Побыть У Них И Он Пробыл Там Два Дня И Еще Больше Число Уверовало По Его Слову А Женщины То И Говорили Уже Не По Твоим Влечам Веруем Ибо Сами Слышали И Узнали Что Он Спаситель Мира Христов И Вот Нам Важно Уверовать В Христа Не От Родителей Или От Близких Нам Передают Что Надо В Церковь Ходить Свечки Ставить Что Христос Есть Бог Что Богородица Святые Чудеса Она Надо Самим Убедиться Самим Встретиться Со Христом А Мы Нигде Не Сможем С ним Встретиться Кроме Как Читая Слово Божие Или Слушая Его Мы Там Лично С ним Встречаемся И Это Уже Наши Личные Переживания Которые Никто Не Может Отнять Потому Что Когда Я Знал Что Христос Бог Всегда С Детства Но Когда Я На Писании Убедился В Моя Вера Тысячекратно Выросла Тысячекратно И Поэтому Мы Всем Должны Сами Уголдаться То есть Слушать Принимать Но Проверять Все Священным Писанием Насколько Оно Соответствует Самаряне Веруют По Слову Женщины Благоразумно Судя По Самим Себе Что Женщина Открыла Бы Перед Всеми Жизни Своей Заугольдение Другому Если Вы Проповедуем Ею Не Был Поистине Велик И Превосходнее Многих Хотя Евангелист Не Повествует В частности От чудных Речений К его Учения Но Силия Божественного Учения Дает Нам Разуметь И Закончание Дела Ибо Евангелисты Опускают Много Из Великих Дел Потому Что Пишут Не Из Видов Честолюбия А Для Истины Вероятно И В бытность У Самарян Господь Учил Чему Божественному Потому Потому Что Они Не Увидев Никого Чуда Веруют Его И Просят Его Остаться А Иудею Удостойные От него Бесчисленного Можества Речей Чудес Еще Гнали Его Поистине Враги Человеку Домашнего Смотри Пожалуй В короткое Время Народ Превзошел Свою Учительницу Ибо Они Называют Его Не Пророком А Спасителем Израиля А Не Пророком Не Спасителем Израиля Но Спасителем Мира И Еще С Артиплем Он Есть Тот Спаситель Которого Собственно Истинно Спас Всех То есть У них Какое Великое Понятие Это Сразу Образовалось О Христе У людей Это Не Был Еще Этого Понятия Иудеев Не Был Даже Апостол Не Был Что Они Думали Что Они Только Спаситель Их А Он Спаситель Мира Они Уже Восповедали Многие Приходили Спасать И Закон И Пророки И Ангелы Но Истинный Спаситель Есть Он То есть И В принципе У нас Бывает Что У нас Какой-то Человек Спасает Мы В каких-то Грехах Многие Пребывали Или Услышали Какую-то Проповедь И Можем Так Сказать Что Вот Меня Этот Человек Спас От Греха Вытащил И Правильно Но Истинный Спаситель Который Именно Спасает Действительно От Греха То есть Искупил Наш Грех Это Христос Иван Берет Иоанна Четвертая Голова 43 по 45 По Пришествии Двух Дней Он Вышел Оттуда И Пошел В Галилею Ибо Сам Иисус Свидетельствовал Что Пророк Не Чести Своим Отечествен Когда Пришел Он Галилею То Галилеяне Приняли Его Видишь И все Что Он Сделал В Иерусалиме В праздник Ибо Они Ходили На Праздник Ибо Мы Люди Обыкновенно Презираем То Что Стало Вреду Обычного А На Странные Необычные Всегда Обращаем Внимание Если Же Иные На Хольцах Чести И В Отечестве Своем То В чужой Стране Они Будут Чтимы Гораздо Более Так Что Честь Оказывается В Отечестве При Сравлении С честью В чужой Стране Показывается Бесчесть Ибо Зависть Не позволяет Сочистникам Раздавать Должную Славу А Они Раздают Ее Уменьшенную Считая За стыд Себе Прославление Единоплеменника Когда Господь Пришел В Галилею Галилеяне Уверовали В виде Знамения Какие Он Сделал В Иерусалим Но Самаряне Достойны Большего Одобрения Потому Что Они Уверовали Беззнамения По Слову Женщины Смотри Почитаемые Отверженными Повсюду Отличаются Верой От Зумей Самаряна Галилея Ибо И Сих Последних Презиряйках Живущих По-деревенски Почему И говорили Что Из Галилеи Не приходит Порок Иван Галилея На 72 А Почитавшие Избранными Почитавшиеся Каковы Были Иерусалимские Иудеи Отвергаются Подлинно Справедливо Принятые Мы Язычники Ибо В собственном В синагоге Иудейской Пророк Христос Не имел чести Как называем Как называет Его Моисей Пророка Восставит Господь Ваш Господь Наш Ну то есть Да Он получается Не имел чести Это у себя А мы Язычники Его Приняли Четвертая Глава 106 По 50 Стих Итак Иисус Опять Пришел В Кану Галилейскую Где Притворил Воду Вино В Капернауме Был Некоторый Царедворец У которого Сын Был болен Он Услышал Что Иисус Пришел Из Иудеев Галилеев Пришел К нему И просил Его Прийти И исцелить Сына Его Который Был Приснут Иисус Сказал Ему Вы Не Уверуете Если Не увидите Знамение Чудес Царедворец Говорит Ему Господи Приди Пока Не умер Сын Иисус Говорит Ему Пойди Сын Твой Здоров И он Поверил Слову Которое Сказал Иисус И пошел Называет Его Царевым 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 Или потому Что он был Царского Рода Или потому Что имел Какое Нибудь Достоинство Власти Такого Такого Же Звания Названия Ибо Они Всюду Представляются Виновными В сильном Неверии Так как Царедворец Был Не тверд И настаивал Чтобы Господь Пришел Для исцеления Его Сына То Спаситель Показывает Ему Что он И заочно Может Исцелить Его И говорит Пойди Сын Твой Здоров Таким Образом За один Раз Исцелил Сына От горячки От отца От неверия Зная То Что Иное Дело Чудо А иное Знамение Чудо То Что Сверх Природа Например Открыть Очерти Порожденными Воскресить Мертвого А Знамение То Что Не Вне Природа Например Исцелить Больного Такое Чудо Господь И ныне Совершает Над Ссяким Приходящим Интересно Чудо Это То Сверх Природы А Допустим Исцелить Больного Это Знамение Ну Или Допустим На Небе Что То Что Явится Облако Видит Креста Это Знамение Огонь Там Молнии А Чудо Именно Это Когда Сверх Природы То Что Не Может По Природному Вообще Произойти Воскрес Человек Не Может Слепорожденный Не Может Прозреть А По Природе Если Человек Больной Он Может Исцелиться Иоанн Берет Иоанн Четвертый Глаз 51 По 54 Стих На Дороге Встретили Его Сын Твои Здоров Туда Спросил У них Которым Час Стало Ему Легче Ему Сказали Вчера В седьмом Часу Горячка Оставила Его Из этого Отец Узнал Что Это Был Тот Час Который Иисус Сказал Сын Сын Вер 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 Сам Весь Дон Его Это Второе Чудо Сво Иисус Возвратившись Из Идеи В Галилею Вот Интересно Он Проверить Отец О Каком Часе Ему Сказали Что Он Здоров И Он Решил Проверить В Каком Часе Вот Если Совпало То Значит Нормально А Если Не Совпало Он Сказал Что Совпадение Значит Просто Ну Он Бы так И так Исцелился Но Совпало То есть У него Вера Вообще Очень Была Слабая Ибо Отцы Из Любви К Детям Обыкновенно Обращаются К врачам И не только Опытным Но и К неискусным И не Желая Оставить Ничего Должного И так Он Пришел По Вере Допустим И Это Но По Вере Холодной Несовершенной Которую Иной Не Назовет И Веру А Тогда Когда Узнал Я Часи Совершенно Уверовал Вот И Нам Так Час Нужны Какие-то Подтверждения Чтобы Именно От этого Было Именно От Чуда А Верующим На самом Чудеса Вообще Не Нужны Незнамения И Они Не Нужны Это Как Истерии Просто Неверующим Людям Вот Преображение Господне Когда Каждый год Сходит Облако На гору Фавор Ну и Что Что Сходит От Ни Тепло Ни Холод Что Это Не Дает Что Что Оно Сходит Я От Этого Лучше Стал Нет Для Чего Это Надо А Люди Дедут И Все Радуются Что Облако Сходит Преображение Господне Но Господь Преобразился И Что От Этого Он Преобразился Как Спасение Это Дело Абсолютно То есть Верующий Человек Уже Верит Во Христа То есть Он Читает Библию Там И Едет Туда Чтобы Этот Огонь Получить Для Чего Зачем Вообще Непонятно Это Какой То Это Магир Какой То Ну И Есть Это Чудо Есть Нет Его И Нет Дьявол Может Таких Чисо Делать Зачем Просто Это Вообще Не Влияет На Веру Никак На Оборот Человек Не Читает Слово Божие Не Ищет Как Использ Волю Божью Слово Божие А Ищет Какие Чудеса И Радуется Как Ошпаренный Приезжает Я видел Благодарный Огонь Он Не Ждет Что Вранье Просто Как Помешательство Миллионы Человек Помешаны Говорят Что Он Не Ждет А Неверующий Приезжает Говорит Он Ждет Глобальное Помешательство Вячеслав Можно Это Это Еще Плохой Аргумент Довольно Такие Часто Люди Православные Такое Приводят Это Как Аргумент Истинности Веры Что Вот Якобы Не Ждет А Потом Другие Смотрят На Это И Смеются Просто Да Да Безумие Просто Это Уже Там Я Не Знаю Я Смотрел Видео Уже Проверил Сто Раз Что Он Не Ждет Но Это Просто Как Помешательство Всеобще Все Как Начинают Это Говорить И Все Человек В Это Ужас Да Аргумент Вообще Ужасные Просто Смеются Я Смотрел Есть Передача Такая Разговор С Атеистом А Нет Как Там Поспать В общем Приглашает Кроме Священника И Атеиста Какого Они Там Беседуют Там Вообще Ну Просто Жалко Смотреть Кому Специально Для Атеиста Сделаны Передачи Просто Жалко Смотреть Они Аргументы Приводят То есть Священник Сами Ты Неверующий Похоже Приводят Такие Аргументы Их Просто Пухопрах Разносят Атеисты Там Панчин Там Был Какой То Атеист Ну Просто Разнес Вообще Как Не Знаешь Что И Раскручив Эти Аж Не Выставили Этот Ролик То Спас Просто Один Ролик Не Выставил То Они Сняли Программу Все И Не Выставили Московской Патриархии Но Те Все Равно Узнали Об этом И Начали Раскручивать Этот Ролик Хотя Аргументы Там Просто Мертвые Тоже Абсолютно Мертвые То есть Рассчитаны На Дураков Но И С нашей Стороны Священник Полностью Мертвый Абсолютно Что Ему Объясняет Пытается Зачем Непонятно Вячеслав У меня Вопрос Возник Разреши Пожалуйста Конечно Без Спроса Говорит Вопрос Такой В Евангелии По-моему От Марка Или От Матфея Точно Не помню Сказать Не могу Говорится Что Христос Исцелял Верующих И Где-то По-моему Говорится О том Что Исцеление Не происходило Если Люди Не Уверовали Стих Сказать Не смогу А здесь Речь Идет О Маловерии То есть Человек Который Верует Но Мало И Исцеление Все равно Происходит Так Понимать Да Да Я вот Это Своё Мнение Скажу По этому Поводу Господь Как бы Здесь Он Видел Что Ему Поможет Исцеление Для того Чтобы Уверовать А там Где он Не исцелял Он просто Знал Что если Он даже Что-то Исцелит Они не Уверуют И это Будет им Большим Осуждением На страшном Суде Потом За то Что они Такое Видели И Не Уверовали То То Есть Оно Именно Вот В этом Смысле Поэтому Он Где-то Написано Не мог Исцелить То есть Не в смысле Что Он Не мог А в том Смысле Что Это Было Бесполезно Абсолютно То есть Он Исцелил И Воскресил А Никому Быть Не Помогло Люди Бы Так Были Неверующие Оставят А Здесь С Старедворцем Он Знал Что Вера И Постом Изгоняется Рот Сей Не Помню Из Какого Стиха Вера И Постом Изгоняется Рот Сей Это Матфея Молитва И Постом Да Молитва И Постом Ну Вот Тоже Молитва И Пост Вот Это Нам Тоже Обсудить Ведь Это Сейчас Вообще Читаешь Святых Отцов И Они Все О Молитве Посте Ну Там Написано Тонны Просто Да Какое Это Сокровище А Сейчас Вот Зайдешь Современное Вот Если Жить Современным Духом Православия Современным Это Как будто Не важно То Есть Пост Не важно Там Получается Что Главное Не есть Людей И Все А Можно Не Поститься В Принципе Ну То То Это Отход Полный Хотя Написано Святые Отцы Пишут Я Вот Даже Сейчас Найду Они Говорят Люди Как Сейчас Говорят Ну Главное Смирение Ты Главное Смиряйся Ну Как Смиряйся Если Написано Конкретно Что Смирить Ты Смирить Смиряйся Смиряя 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 Спасаются Спасаются Люди Страданиями Ну То То Действительно Так Мы Потому Что Мы Не Постимся Ничего Не Делаем Такого И Господь Нам Болезни Посылает И Главное Не Выразумляется Нисколько От Написано Конкретно Что По Другому Ты Не Смирить Сердце Да И По Себе Знаю Наешься Да Все По Другому Городой Становишь И Сразу Молитва Как То Не И Все Не То Поэтому Пост Надо Обязательно Соблюдать Без Него Ты Не Почувствуешь Ничего И Не Узнаешь Мне Кажется Для Этого Поэтому Его Сейчас И Скрывает Этот Пост Делают Что Он Не Такой Важный Якобы Хотя Каноны Запрещают Вообще Отлучают Великий Пост На Два Вода Отлучается От Причастия Представьте Степень Самого Греха Как Ее Распринимает Церковь Два Года Отлучения От Причастия Блуд Семь Лет Ну То Это Сколько Всего Лишь Три Раза Меньше Грех Как Бут Ну То То Дело Такое Важное А Это Как То Убирается Дьявол Поэтому Прочиню И Восстает Поскольку Это Именно Его Изгоняет Пост Он Не Может Он Плотскими Такими Страстями Управляет Дьявол Он Только Может Через Них Управлять Нами А Когда Пост Они Все Страсти Особевают И У нас Дух Начинает Уже Свободной Становица Душа Освобождается И Может Думать Уже О Горнем О Небесном Это Делало Вообще Не Надо Ему Зачем Конфеточка Смель Причем Не Только Пост И Кто Не Соблюдает Облучается Даже Постные Дни Вот Эти Среда Пятница Даже Из-за Этого Отлучение Идет Да По Моему 69 Апостольское Правило Да 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 То есть Это еще Правило Апостолов Вообще Да Все Прочитаем Чтобы люди Сам Видели Это Учение Церкви Я Напоминаю Что Каноны Это Учение Церкви То есть То Что Говорит Священник Это Не Учение Церкви Если Он Не Соответствует Ни Святой Библии Ни Канонам А Учение Церкви Патриарх Скажет Это Не Учение Церкви Потому Что Он Не Может Ничего Сказать Вопреки Канонам Да Он Не Папаринский Тем более У них Вот Если Он Сказал С Кафедры Это Все Учение Церкви А Реально Это Не Так У нас У нас Символи Веры Заложено Верую Во Единую Святую Соборную И Апостольскую Церковь Апостольскую Да Все Верно Мы В этой Веруем Аще Епископ Или Пресвитер Или Дьякон Или Подьякон Или Чтец Или Певец Не Пастится Во Святую Четыре Десять Перед Пасхой Или В Среду Или В Пяток Кроме Препятствия От Немощи Телесной Да Будет Извежен Аще Немерин Да Будет Отлучен То Смотрите Многие Трепятства От Немощи Телесной То Есть Что Там Ты У Тебя Какая Немощи Телесной И Все Препятствия Но На самом деле Если Читать Препятствия Что Подразумевается Под Кроме Препятствия От Немощи Телесной Есть Также В канонах Я Потом Найду Покажу Это Все Тоже Обговаривается Что Значит По Болезни То Допускается Если Ты Болеешь Допускается Только Масло Или Вино Для Тебя То Если Ты Постишься Допустим В этом Сухоядине У Тебя Если Болеешь У Тебя Что То Желудком Тебе Допускается Что Ты С Маслом Это Бух Есть Вот Когда Говорится Кроме Препятствия Немощи Телесной Не Знаешь Что Молоко Можно Это Вообще Никак Нигде Нельзя Никогда Мясо Какой Немощь Люди Житого Не Знают Им Это Не Объясняют А Если Ты Изучаешь Этот Вопрос Это Все Написано У Меня Еще Один Вопрос Возник Извиняюсь Что Понимается Под Постом Это Полный Отказ От Еды И Воды Это Или Просто Безжирная Безмолочная Пища Полный Отказ Это Правильно Пост Под Постом Подзывается Полный Отказ Ну По Правде Пища Животного Происхождения Ну Да Я Имела Пищу Животного Происхождения Ну Вот В Реальности Пост Это Только Полный Отказ От Еды Библейской Смотрите А У Нас Это Нас Только Несколько Дней Таких И Годов В Великом Посту И Профи А Это Просто Как Перед церкви То есть Установили Такие Правила И Не Смиряемся Перед Этим Спаси Христос За Отвели Сейчас Я Доран Найду Сейчас Это Где-то 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 Записано Где-то Почитал Порян Пока Ищешь Я Слышал От Игнатия Тихоновича Не Помню На Кого Он Ссылается Что Даже Нельзя Не Имеет Смысла Подходить Священнику За За Благословением На То Чтобы Облегчить Пост Получается Искушение Для Священника Тогда Тоже Тоже Он Он Должен Как бы Ты Как бы Подходишь Священнику Чтобы Он Нарушил Устав Нарушил Канон Да Да Получается Линей Искушение Если Ты Здоровый Все В порядке У тебя А просто Ты Как бы Типа Не Можешь Да Да Даже Больной Это Ты Сам Принимаешь Решение Это Тебе Ответ Держать Ну вот Если Ты Еще Не Нашел Привспомнилось Как раз Вот Это Этот Момент Из Книги Первой Книги Царств 15 Главы Там Вот И После Послушание Богу В итоге Получается Послушание Церкви И Богу Вот Помните Как Саул Я Сейчас Зачитаю Тут Где Это Народжи Из Добычи Это 15 Глава Народжи Из Добычи Овец И Волов Взял Лучшие Заклятого Для Жертвоприношения Господу Богу Твоему В Галгале Это Саул Говорил И Отвечал Самуил Неужели Всесожжения И жертвы Столько Же Приятны Господу Как Послушание Глазу Господа Послушание Лучшей Жертвы И Повиновение Лучше Тука Овнов Он Как бы С добрым Намерением Хотел Оставил Там На самом деле Не С добрым Намерением Но Как бы С добрым Намерением Изначально Самое Лучшее Послушание Тут Смысл В этом Ну да В итоге Он отверг За этого Только вот Именно Что Пост Для этого Это и нужен Он для нас Это и нужен Что мы Это и смирение От этого Приобретается То есть Мы угнетаем Свои страсти За счет Прорабощаем Сво тело Как бы Мы его угнетаем Оно Прорабощается От этого И у нас Дух Освобождается И мы можем Какую-то Добровитель Творить У нас Милость Вот и Господь Говорит же Вот это Тут хорошо Присловно Скажите всему народу Семьи священникам Когда вы постились И плакали В пятом Седьмом Месяце Притом Уже Семьдесят Для меня Ли вы постились Для меня Ли И когда Вы идите И когда Пьете Не для себя Ли вы идите Не для себя Вы пьете Не те же Ли слова Прозглашал Господь Из прежних Пророков Когда еще Иерусалим был Населенный покоем И города Вокруг него Южная страна И низменность Были населены И было слово Господне Захарий Так Говорит Так Говорил тогда Господь Славов Произведите Суд Справедливый И оказывайте Милость И страдание Каждому Брату Своему Вдовы И сироты Прешенцы И бедного Не притесняйте И зла Друг против друга Не мыслите В сердцах Ваших Но они Не хотели Внимать Отвратились От меня И уши Свои Отяготили Чтобы не слышать И сердце То есть Мы Собственно Мы для того Тело И угнетаем Постом Чтобы вот Это все Это Можно было Притворить Жизнь Есть еще Тут сказано Я помню Не помню Где написано Может брать И подкину Что Господь Говорит Что Истинный Пост Говорит Это Когда ты Возвысишь Голос На горе И будешь Там Что-то Такое Написано Чуть-чуть Может Подкорректируем Может Не угнетаем Тело Есть Такое Урожение Укращение Плоти Ну да Более Подойдет Наверное Да Здесь Ну да Ну я Просто От этого Смиряю Порабощать Тело Ну то есть Укращение Смысл Один Да Правильно Да Пост Это радость Брать Это Большая Радость Берешь Ты Камбан Планку Задвинуть Смирился Просто Перед церковью Церковь Установила И все И как Отрезал И все Для тебя Как нет В этой Еды Я Сразу Говорю Нету Такого Нету Ни грамма Искушения Ни на Миллиметр Нету Искушений Если Ты Берешь И Отрезал Себя Просто Это Дело Все Установил Так И Вот Это Нельзя И Все И Хорошо И Радуешься Главное Ничего Из этого Не требуется Тем более Сколько Еды Сейчас Есть Замена Не больно Не ешь Не пьешь Хотя Буж Сменить Диету Можно Ради Бога Просто Сна Меньше Нужен Из-за Того Что Ты Мясо Не ешь Молока Не пьешь Тоже Сон Уменьшается Уже Плюс Уже Хорошо Уже Можем Время Больше Богу Последить Помолиться И Потом Адам И Ева Их Изгнали Изра За то Что Они После Нарушили По сути Никто Был Единственный Затведь Поста То есть Это Ешь А то Не ешь Как Это Важно Оказалось Именно Через Это Дьявол Проникает Нас То есть Показано Для Нас Что Дьявол Проникает У нас Через Когда Он Нам Хочет Чтобы Мы Вкусили Что Что Запрещено И Он Нам Говорит Съешь Ничего Страшного Главное Что Ты Люди Не ел Съешь И Мы Едим Так же И в раю К Неве Он Сказал Не умрете Не умрешь Ничего Не будет Чтобы Но Видит Бог Что Когда Вкусите Будете Как Боги Ну То есть Просто Прелестил На Чувственные Вообще Тем Более Когда Вокруг Вегетарианцы Разные Есть Веганы Разные Которые Принципиально Не едят Тучную Еду Они Едят Там То Что Ну План Сноте Растения Разные Едят То есть Они По сути Пастятся Как мы В пост Почти В плане Еды А другие На диеты Садятся Там Строго Причем Соблюдают Я сам Видел Там Строго Абсолютно Строго Там После Этого Времени Не едят Там А как А и Причем Я это Среди Христиан Видел А в пост Ой Как-то Поблажки Уже Как Так В общем Не понимаю Ради Себя Ради Тела Готовая Ради Бога Нет А это Дьявол Дьявольские Вещи Как Апостол Парда Говорит Это Все Учение Дьявола То есть Они Жа считают Что Это Вообще Плохо Есть Мясо Как Там Написано Бесовское Учение Не помню Да Да Есть Такое Но Именно Момент Хотел Подметить То Что Они Это Делают И У них Никакой Трудности Это Принципиальная Позиция А у Христиан Как Бой Ну Не Могу Поблажки Обязательно Так Что Там Обязательно Вот Так То есть Для Нас Это Вообще Должно Если Мы На Бога Надеемся Если Бог Наша Лени Самое Главное Вообще Не Вопрос Должно Быть Если Даже Смотрим На Язычник На Безбожников На Или Я Говорю Даже На Диету Некоторые Просто Саятся На Диете Не Едят После В Определенное Время После Шести Вечера Или Что Такое Все Как Мы Тогда Не Можем Тем Более Даже Для Нас Это Вообще Должно Просто Мы Ради Такой Самой Самой Главной Вещи В Жизни Вот Он Говорит Дух Апостол Дух Ясно Говорит Что Последние Времена Отступят Некоторые От Верой Внимают Духом Обосительным И Учением Бесовским Через Лицемерие Жесловестников Сожженных В совести Своей Запрещающих Вступать В брак То есть Они Запрещают То есть Считают Что Брак Это Грех Какой-то Употреблять В пищу То Что Бог Сотворил То есть Свинину Употреблять Запрещено К примеру Именно Запрет То Что Это Грех Дабы Верный По Наши Вкушали С Благодарением То есть Это Он Называет Бесовским Учением Не Вкушать Там Что То Не Вкушать Из-за того Что Это Грех Не Из-за того Что По Благочестию А Из-за Что Это Грех Именно И Каноны Церкви Которые То есть Нельзя Гнушаться Мясо Брака Нельзя Это Говорите Пока Братья Что Да Я Что-то Слышал Что На Руси Тоже В каком 18 Веке Или Когда Там Эти Были Там Секты Всякие Которые Тоже Гнушались Именно Думали Потому Что Это Грех Есть Там Мясо Или Еще Что Не Помню Или То Что От Животных Все Что От Животных Произошло Что Такое Себя Как Б Христианами Называли С Одной С Другой Стран Гнушались Именно Что Это Из-за Это Их Тоже Из-за Это Ну Они Собственно И Были Секты Я Не Помню Как Они Назывались Может Ты Помнишь Вячеслав Или Кто Каин Каин Агеля Убил За Что За То Что Жертву Богу Тут Мясо Преподнес Мясо Бога Угодно Отлично Нет Он Просто Ему Позавидовал Позавидовал В чем Потому Что Бог Изобрал Ну Принял Его Жертву А не Каин Какую Жертву Какую Ну Игненка От Тука Мясо Игненок Мясное Так А у Авеля Что Было У Каина От Земли Вот То То Есть Это Говорит Мясо Богоугодное Более Чем От Земли Получается Как Тут Рассматривать Позавидовал Позавидовал Господь Принял Вот Как тут Понимать Надо Толкование Смотреть Да Конечно Лучше Лучше Разобраться В этом Кто-нибудь По этому поводу Может еще Что сказать Здесь Дело Состояние Сердца Приносившим Жертву А не В продукте Господь Просто Знал Сердце Того И Другого И Судил Именно По Сердцу Того Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Что-то Тишина Такая Кто-нибудь Может скажет Вячеслав Слышит Может С микрофоном Что-нибудь У меня с микрофоном Проблемы Написал Перезагружать Наверное Надо Золотоводство Вообще По этому поводу Говорит И Авель Также Принес От первородных Стада Своего Не без цели Не напрасно А в самом начале Беседы Говорил Ваши любви Что Господь Даже не смотрит На различия лиц Он награждает Намерения Испытывая Душевное Расположение Так вот Смотри Было теперь Поэтому возлюблен Тщательно Выслушаем Сказанные Посмотрим Что Писание Повествует О Кайне И что Об Авеле И пройдем Этого рассказа Без внимания Потому что Божественное Писание Ничего не говорит Просто И как случится Каждый слуг Каждая даже черта Заключает В себе Некоторые Скрытые сокровища Такого Свойства всего духовного Так что Говорит Писание Спустя несколько Времени Кайн принес От плодов земли Дар Господу И Авель Также принес От первородных Стадо своего И от уков Спустя Несколько времени Кайн Кайн принес От плодов земли Дар Господу И Авель Также принес Первородных Стадо своего И от уков Их И презрел Господь На Авель И на дар его На дар его Бытие 4 3 4 Полипроницательные Уже из самого Чтения Понимает Сказано Но так как Мы должны Заботиться Обо всех Вообще Потому что Духовный Чей не знает Различий Так вот Яснее Раскроем Вам эти слова И для этого Снова повторим Кайн Сказано Принес От плодов земли Дар Господу Потом Желая сообщить Нам И об Авеле Божественном Писании Говорит Что и он Принес Жертву От своего Пастушеского Занятия Также принес От первородных Стада своего И от уков Смотри Как Писание Показывает нам Боголюбивое Его намерение И то что он Принес Не просто От овец На первородных То есть Дорогих Отборных Далее Что от этих Первородных Принес Самое Дороготеннейшее И от уков Их Сказано Из самого Приятного Наилучшего О Кайне Ничего такого Писания не замечает А говорит только Что он принес От плодов Земли Дар Что так сказать Попалось Без всякого Старания И разбора Опять Говорю Не перестану Говорит Бог принимает Наши приношения Не потому Что нуждаются В них Но потому что Хочет Чтобы через них Выражалась Наша благодарность Тому кто Приносит Бог При том Ему Принадлежащее Кто понимает Различия Природы Божеской И человеческой И то что Человеку Достаивается Такой чести Належал По возможности Исполнять Свой долг Грубо говоря То есть Получается Что Приносить Бога Драгоценнейшее Самое главное То есть Душевное Дело Душевное Расположение Самое лучшее Но смотри Возлюбенный Кто отсюда Имел средства Опознать Свой долг Тот Справедливо Наказывается Теряет свое спасение По обеспечению Ведь и тот Не имел Никакого Либо наставника А этот Руководитель И советник Но каждый Приступил К такому Жертвоприношению По внушению Совести И мудрости Свыше Данной Человеческому роду Но различия В намерениях И беспечность Воли Были причиной Того Что приношение Одному Было Принято А другого Отвергнуто Богом И призрел Оказать доволен Тем Что совершено Мы если Говорим О Боге Осмелимся Раскрывать Уста Бессмертной Той природе То будучи людьми Не иначе Можем представлять Это Как только При помощи Языка Но вот Что здесь Удивительно Призрел Авель За то Что он Сделал Приношение С чистым Расположением Призрел Инопринесенные Дары Не за то Только Что они Были чистыми За то Что во всех Отношениях Оказывались Драгоценными Как по Расположению Приносящего Так потому Что отцы Были Первородные И притом Избранные И от уков Из этих Самых Наилучшего И призрел Бог сказано Авель Нодаров А накаянный Нодаров Его Не призрел То есть Тут Упор Делается Ну В грубой Форме Если сказать То Каин Формально Отнесся Просто Да 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 То есть По душевности Да По По сердцу Авель Уже С душой К этому Отнесся Самое Лучшее Да Да Все В первую Очередь То есть Вот вопрос Именно был В этом Дело Вот Как раз Об этом В Толковании Фрема Сирина Авель Принес Жертву По выбору А Каин Без выбора Авель Избрал И принес Пер Первородных И туки Каин Принес Или Классы То есть Колосия Или вместе С классами И плоды Бывшие В то время Хотя Жертвы Жертва Его Была Скуднее Жертвы Брата Но Если бы Он Принес Не с Небрежением То и его Жертва Была бы Угодна Как и Жертва Брата Его Но Поскольку Когда Вместе Принесли Они В жертву Один Овец И стад И стад И стад Своих А Другой Плоды Земные То Каин Уже В самом Начале Жертвоприношения Показал Своё Небрежение И Бог Не Восхотел Приять От него Жертвы Чтобы Научить Его Как Должно Приносить Её У Каина Были Валы И Тельцы Не Было У него Недостатка В зверях И птицах Чтобы Принести В жертву Но Он Не Принес Их В тот День Когда Надлежало Принести Начатки Земных Земных Плодов И Уже И Уже Ли Был У него Недостаток В Классах То есть Колосьях Чтобы Принести Жертву Колосья Добрые Или В плодах Древесных Чтобы Избрать Из них Лучшее Но Он Не Сделал Для Этого Хотя Было То Удобно Возможно Не Позаботился О колосьях Добрых Или О плодах Лучших В душе Приносящего Жертву Не Было Любви К Приемлющему Приемлющему Приношение И Поскольку С Небрежением Принес Он Жертву То Бог Отверг Ее Чтобы Каин Не Подумал Что Богу Не Известно Его Небрежение Или Что Ему Дары Приятнее Самих Приносящих Бог Отверг Жертву Каина И за То Что Было Им Сделано И за То Что Готов Он Был Сделать Потому Что Каин Был И Родителям Непокорен И К брату Жесток И Пред Богом Неблагоговеен И Так Жертва Авелева Была Приятна По Усердию Авеля И Каин Отринута По Небрежению Каина Опечалился Каин Не о том Что Отринута Жертва Его Ведь Избранный Жертвой Он Мог Умилостивить Прогневанного Жертвой Небрежной И И Испаде Лицо Его То есть Поникло Лицо Его Но Опять Таки Не потому Что Отринут Ибо Он Мог Принести Молитву Богу Но Было Или Была Или Не Была Была Годна Его Избранная Жертва Если Бы И Принес Ее Он Показал Уже Чего Хотел Был Или Не Был Бы Умилостивлен Бог Его Молитвами Каин Уже Показал Чего Домогался Или Вместо Небрежной И Отринутой Богом Жертвы Не Принес Он Жертву Избранную Если Не Загладил Молитвами Пренебрежение С Жертвы Брата Опечалил Сошедший С небеси Огонь Которым Одна Жертва Была Отличена От Другой И Спаде Лиц Его Потому Что Отринутая Жертва Его Внушала Ему Опасение Быть Осмеянным От Родителей И Сестер Своих Которые Видели Что Жертву Его Коснулся Огонь Но Она Осталась Непринесенной То Что Второсортное Богу Отдал По сути Он Как бы И Подобавок После этого Еще Обиделся На Бога Что Он Его Отверг Как И Саул Собственно В той Ситуации Когда Вот Когда Не 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 Сделал Как Бог Сказал Но Как Захотел Оставить Как Бы По Божьей Не Поступил Как Бог Сказал Вот Вот С Продолжение следует...